С чего начинать изучение языка? Как и в нашем далёком детстве, мы начнём с самого простого. Мы выясним, как называются и читаются те или иные буквы. Узнав это, мы потихоньку начнём читать. Нам в этом помогут хорошо всем известные французские слова, которые вы много раз слышали и приблизительно знаете их перевод. Это Bonjour, Au revoir, Merci beaucoup, Pardon, Renaud, Peugeot, Cherche la femme и другие. Сегодня мы сосредоточимся на слове Bonjour, Добрый день. Приветствие состоит из двух слов. Bon, Добрый и Jour, День. Это устойчивое словосочетание и поэтому пишется вместе. Как вы видите, в квадратных скобочках даётся подсказка о том, как звучит то или иное слово. Вот, например, в слове Bon мы видим маленькую букву N после O. Это говорит о том, что буква N произносится как бы в нос. Вернее, она как бы и не произносится. Как будто вы хотите её произнести, но в последний момент не делаете этого. На академическом языке это называется нозализация звука. Раньше мне казалось удивительным, как это французы умудряются различать носовые и чистые звуки. И я старался изо всех сил говорить в нос, чем вызывал улыбку с их стороны. Поверьте, это совсем незначительный перевод потока воздуха в нос. И разница между БО – красивый и БО – хороший только в этом лёгком переходе звука в нос и состоит. Давайте попробуем вместе. Повторяйте за мной. БО – ещё раз. БО – пусть эта маленькая буква N напоминает вам о слове нос. Мой самоучитель построен так, чтобы на базе слов, которые мы рассматриваем, вы усваивали знания французского языка и в будущем мысленно возвращались к этим словам как бы справочникам, из которых вы почерпнули ту или иную информацию. Помните, что первое впечатление всегда очень яркое и легко запоминается. Таким образом, первое наше слово «абажур» является как бы и первой главой нашего самоучителя. Итак, начнём. Когда учишь язык самостоятельно, то до всего нужно доходить, то есть глубже понимать, выпукло представлять самому. Но когда у тебя хороший метод и к тому же хороший наставник, который сам тебя доведёт куда надо, то изучение языка становится увлекательным занятием. Надеюсь, что так у вас и будет. Мой самоучитель состоит не только из уроков. В нём вы найдёте и читальный зал, и кинозал, а также большой раздел, который называется «Коллекция». Благодаря статьям коллекции вы будете накапливать ваш словарный запас. В течение 20 лет я пополняю эту коллекцию новыми статьями о русских словах, благодаря которым можно запомнить целый ряд французских слов. Например, чтобы хорошенько запомнить слово «бом» – «хороший», и слово «жур» – «день». Я вас буду отсылать к статье «бонус» для запоминания слова «бом» и к статье «журналист» для запоминания слова «жур». Это не значит, что вы должны прямо сейчас изучать эти статьи. В них вам ещё многое будет непонятно. Но в общих чертах вы поймёте, как это работает. И я думаю, вы уже догадались, как это происходит. Короче, «ава, бом» и «жур» глубоко осядут в вашей памяти. И вам, поверьте, будет трудно забыть, а не запомнить, их значение после прочтения этих статей. Для экономии места и времени слова «смотрите в коллекции» сократим до «СМК». То есть вы увидите «СМК-бонус» или «СМК-журналиста». Можно прямо сейчас кликнуть на слово, и перед вами появится вся статья. Но это будет возможно при чтении текстового формата урока. Текстовый формат сделан для того, чтобы вы смогли быстренько просмотреть урок для повторения, а не прослушивать всю видеозапись заново. Текстовую запись вы сможете найти на моём блоге «Метод 2014.Рю». Ссылку на первый урок и на статьи «Бонусы журналистов» вы увидите чуть ниже, в описании моего выпуска. Всё это сделано для того, чтобы вам легче было запомнить данное слово. Вот сейчас посмотрите, как это будет выглядеть. Вот так выглядит статья из коллекции. В начале статьи я рассказываю о происхождении слова, как это слово используется в русском языке, а потом привожу все французские значения, которые заканчиваются общим списком всех французских слов, которые я рассматривал в этой статье. Вот общий список. Потом идёт авторский текст, авторский рассказ, где я рассказываю, как я мечтал стать писателем, который я также сделан для лучшего запоминания слова «журналист». Во французском языке мы используем латинские буквы. Если вам какие-то из них не будут понятны, то вы легко определитесь, посмотрев русскую транскрипцию слова. Например, как здесь «жур» буква «жи» даёт звук «ж». Конечно, нужно знать наизусть французский алфавит. Это поможет вам быстрее находить нужное слово в словаре. В каждом уроке я буду вам давать по несколько букв, чтобы сразу не перегружать новую информацию в вашу память. Какие-то буквы почти совпадают с нашими, какие-то совсем нет. «А» даёт звук «А» и называется, как и наша «А». «Б» даёт звук «Б» и называется «Б», а выглядит, как наша заглавная «В». «С» даёт звук «С» и «К» и называется «Сэ», в отличие от нашей «Эс». Хочу сразу обратить ваше внимание на трудность при запоминании названия двух французских букв. «Сэ» и «Эс». Так как часто они передают один и тот же звук «С». Русские мигранты, уточняя по телефону написание какого-то французского слова, говорят «Ну, «Эс» пишется как «Доллар», или в другом случае «Сэ», как наша русская «С». Чтобы их не путать, связывайте в своём представлении французскую букву «Сэ» с нашей буквой «Ц». Они часто подменяют друг друга в наших языках. Например, «Сирк» – «Цирк», «Сантр» – «Центр», «Ситерна» – «Цистерна». Все эти слова есть в моей коллекции. О французской букве «Сэ», которая звучит как «К», смотрите в следующих уроках. «Д» даёт звук «Д» и называется, как и наша «Д». «Э» называется «Э» и совпадает по написанию с нашей буквой «Е», но по звучанию сильно отличается от нашего звука «Е». Как вы видите в звуковой подсказке, чтобы произнести название буквы «Э», нужно произносить одновременно букву «Ё» и «О». Попробуйте. Что-то среднее между «Ё» и «О». Повторите за мной. «Э» – ещё раз. «Э». Поверьте, все эти изобретения по поводу смешивания русских звуков для передачи подобия французских я испытал на себе и до сих пор этим пользуюсь, так как это работает. «Ф» даёт звук «Ф» и называется, как и наша «Ф». «Ж» даёт звук «Г» и «Ж» и называется «Ж». В каких случаях «Г», а в каких «Ж» вы узнаете в других уроках. В этом вам будет помогать слово «ГАРАЖ». Первые семь букв французского алфавита. «А», «Б», «С», «Д», «Э», «Ф», «Ж». Во французском языке 26 букв и 36 звуков, а у нас гораздо больше букв – 32. Поэтому нам не приходится смешивать те или иные буквы, чтобы получить определённый звук. Нам хватает наших букв. Во французском же языке всё немного по-другому. У них, например, нет буквы, которая изображает звук «У», как в русском языке. Этот звук «У» у них изображается сочетанием двух гласных «О» и «Ю», что образует пару, так мы будем называть двойные гласные, которые произносятся как русское «У». Вспомним уже знакомое нам слово «ЖУР». Чтобы правильно произнести букву «Ю» из этой пары, старайтесь произносить русское «Ю» и «У» одновременно, как вы это пробовали с буквой «Э». Поэтому «Ю» у нас так и записаны в транскрипции «Ю». Попробуйте «Ю» и «У» одновременно. «Ю». Попробуйте за мной. «Ю». В русском языке есть исключение из правил написания буквы «Ю» после шипящих в словах «ЖУРИ», «ПАРАШЮТ» и «БРОШЮРА». Таким образом, нам подсказывают, что нельзя искажать иностранные слова, произнося неправильно, как мы говорим, «ЖУРИ», «ПАРАШЮТ» и «БРОШЮРА». Хотя для нас буква «У» в этих словах намного привычней. Вы волей-неволей получите требуемый звук «Ю», если будете стараться произносить «Ю» после «Ж» и «Ш» в этих словах. Также в моей коллекции вы найдете расшифровку для этих слов. Смотрите коллекцию «ЖУРИ». Ссылочка внизу. У французов не принято говорить, как у нас «ДОБРОЕ УТРО». Они говорят «БОНЖУР», «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» и «УТРОМ», и «ДНЁМ», а иногда и «ВЕЧЕРОМ». Это не будет большой ошибкой. «БОНСУАР», «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР», они говорят ближе к тёмному времени суток, а «БОНЬ НЮИ», «ДОБРОЙ НОЧИ», когда отправляются ко сну. Обратите внимание, что «БОНЬ НЮИ» пишется отдельно, в отличие от «БОНЖУР» и «БОНСУАР», которые пишутся слитно. В «Приветствии, БОНСУАР», «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР», мы видим ещё одну пару гласных «О-И», которая даёт звук «УА». Если в первой паре «О-Ю» в слове «ЖУР», которую мы рассматривали, изображался один лишь звук «У», то здесь мы видим двойной звук «УА». Это у русских учащихся вызывает особенную трудность видеть одни буквы, а произносить другие. Поэтому я вам советую хорошенько запомнить слово «СУАХ» – «ВЕЧЕР». И каждый раз, когда вы будете сталкиваться с этой парой «О-И», вспоминайте о слове «СУАР». Вам будет понятно, как эта пара «О-И» читается. Увидев новое выражение «БОННЮИ», «ДОБРОЯ НОЧЬ», у вас может возникнуть справедливый вопрос. Почему вдруг «БО» превратилось в «БОННО»? Ответ очень простой. Как и в русском языке, прилагательное меняется в зависимости от рода существительного, к которому оно относится. Пронаблюдайте. «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» и «ДОБРАЯ НОЧЬ». Это произошло и в нашем примере. «НЮИ» – «НОЧЬ» – существительное женского рода. Поэтому и прилагательное «БОНН» в «БОНН» в мужском роде превратилось в «БОННН» женского рода. Если у нас в русском языке окончание «А» или «Я» в конце слова – это показатель женского рода, то во французском языке об этом говорит немая буква «Ы» в конце слова. При этом согласное, которое было в мужском роде с нозализацией, как в нашем примере «БОНН», в женском роде удваивается и произносится нормально «БОННО» – «ХОРОШАЯ». Отсюда и происходит слово «БОННО». У нас раньше так называли воспитательницу иностранного происхождения для маленьких детей из дворянских семей. Родился этот термин как результат детской привязанности к нянечке, о которой они часто говорили «ЭЛЕ БОННО», «БОННО», «Она хорошая», «ХОРОШАЯ». Любопытно отметить, что слово «КОНФЕТА» появилось также в результате детской любви к сладкому, которое они называли, повторяя «БОННО», «БОНН», что значило «ВКУСНО», «ВКУСНО». Благодаря слову «БОННО», «КОНФЕТА» мы можем запомнить легко, что прилагательное «БОННО», «ДОБРЫЙ», «ХОРОШИ» имеет еще одно значение «ВКУСНОЙ». «ЦЕ БОН» – это «ВКУСНО». В слове «Ньюи» – «НОЧЬ». Вы видите в звуковой подсказке букву «Ю» в уменьшенном размере. Это говорит о том, что букву «Ю» нужно произносить очень коротко, когда за ней идет буква «И». Это правило относится и к другим гласным звукам, за которыми идет гласный «И». Вот, например, слово «УИ». Утвердительный ответ «Да». Но есть и хорошая новость. Ударение во французском языке всегда на последнем слоге. Пронаблюдайте. «БОНЖУР», «БОМБУМ», «БОНСУАР», «ГАРАЖ», «СИТЕРНА». Это очень большое преимущество французского языка. И если вы учили английский, то вы это оцените. Давайте подведем итоги. Так как для первого знакомства с языком вы получили достаточной информации. Ученые говорят, что наш мозг лучше всего работает лишь первые 20 минут занятий. Мне также интересно ваше мнение об этом уроке. Что вам удалось сразу запомнить из моего первого урока? Что вы лучше запомнили после второго прослушивания? Что, на ваш взгляд, совсем не запоминается? Напишите мне в комментариях к первому уроку на моем блоге «Метод2013рю». Ссылочка внизу. Традиционно после каждого урока я буду задавать вам вопросы. Постарайтесь ответить самостоятельно, а потом проверьте себя по всплывающему ответу. Могли бы вы сегодня самостоятельно перевести на русский язык фразу, представив, что вы услышали ее во французском ресторане. «C'est bon?» «Aoui». «Это вкусно?» «Да». Могли бы вы сказать, какие две буквы идут во французском алфавите после буквы «Ø»? «Ø» «Ø» «Ж» О чем нужно вспоминать, чтобы не путать названия букв С и С? О русской букве Ц и о словах «сирк» – цирк, «санта» – центр, «ситерна» – цистерна. Что происходит с прилагательным, когда мы его переводим в женский род? Добавляется немая буква «Ø», при этом согласная, которая была в мужском ромбе с нозализацией, в женском роде удваивается и произносится нормально. «Бонна» – хорошее. Какие две русские буквы нужно произносить одновременно, чтобы получить название буквы «Ø»? «Ё» и «О» вместе дают звук «Ø». В каком случае французские гласные нужно произносить очень коротко и как это выражается в звуковой подсказке? Гласные, за которыми идет буква «Ø» произносятся очень коротко и в звуковой подсказке даются в уменьшенном размере. «Ньюи» – ночь. «Уй» – утвердительный ответ «Да». При помощи каких гласных изображается звук «У» во французском языке? Звук «У» во французском языке изображается буквами «О» и «Ю», которые в нашем учебнике называются парой. Например, «ЖУР» – день. Какой звук изображает пара «О» и «И»? Буквами «О» и «И», которые в нашем учебнике называются парой, изображается звук «УА», например, «СУАР». А теперь перед вами все французские слова, которые мы рассмотрели в первом уроке. «БОНЖУР», «БОНСУАР», «БОННУИ», «ЖУР», «БОН», «БОНН», «БОНБОН», «СИРК», «САНТР», «СИТЕРН», «НЮИ», «УИ». В этом уроке мы рассмотрели, как здороваются французы. В следующем уроке мы разберем подробно, как они прощаются. И слово «ОРЭВАР», «ДО СВИДАНИЯ» нам в этом поможет. Удачи вам! Жду вас на моем канале. Французский, как родной. Объянтоп! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова